Программа «Добрый вечер, Гомель» приветствует зрителей. В мае исполняется 50 лет с тех пор, как на базе Гомельского государственного педагогического института имени Чкалова был открыт университет. Первый в Гомеле и один из двух в республике. Сегодня в программе речь пойдет о ГГУ, о его настоящем, будущем и богатой истории. Уважаемые телезрители, вы, конечно же, знаете, что наша программа интерактивная. Можно набрать наш номер 342243, поделиться мыслями, воспоминаниями об университете. Ну а если вы еще и выпускник Гомельского государственного университета или пединститута, пожалуйста, расскажите о самых ярких моментах вашей студенческой жизни. Присоединяйтесь, безусловно, и к общению в Viber, его номер на ваших экранах. Ну а прямо сейчас я хочу познакомить вас с гостями сегодняшней программы. Это выпускники Гомельского государственного университета разных лет, а сегодня ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны, доктор физико-математических наук Сергей Анатольевич Хохомов. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Васильевич Селькин, профессор кафедры фундаментальной и прикладной математики Гомельского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор. Добрый вечер, Михаил Васильевич. Добрый вечер. Александр Владимирович Рогачев, директор института Конфуция Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны, доктор химических наук, профессор, член-коэспондент Академии, Национальной Академии наук Беларуси. Добрый вечер, Александр Владимирович. Здравствуйте. И Николай Николаевич Мизган, декан исторического факультета университета, доктор исторических наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, собрать такое количество докторов наук и ректоров Гомельского государственного университета разных лет в одной студии может, наверное, только наша всемогущая программа. Все вы выпускники Гомельского государственного университета разных лет. Вспомните, пожалуйста, самый интересный эпизод из вашей студенческой и научно-управленческой жизни. Пожалуйста, Михаил Васильевич. Спасибо. Спасибо. Ну, в моей жизни запомнился один очень самый сильный эпизод. Это выступление на Международном конгрессе математиков в Японии. Он происходит один раз в четыре года. И, представляете, я выступал перед аудиторией в зале, где около двух тысяч математиков мира. Это было волнительно. Очень волнительно. Волновались. Волновался. Как справлялись с этим волнением? И осталось памяти. Ну, первое время было немножечко. А потом вошел и вложился в время, часы. А потом уже наступило безразличие. Не может быть, не верим, Михаил Васильевич. Ну, скажите, а на русском языке выступление это ваше было? Да, я начинал на английском, а потом перешел на русский, потому что было четыре языка. Русский, английский, немецкий и японский. Я не сомневаюсь, что вы и на белорусском с легкостью могли бы прочитать свой доклад. Это точно. Я хочу сказать телезрителям, что все сегодняшние гости исключительно владеют белорусским языком, за что им огромное спасибо. Без усиляких пытан. Дякую, дякую. Великий Александр Владимирович. Вы знаете, таких событий много, потому что вся наша жизнь связана с университетом. Но наиболее яркие воспоминания у меня связаны именно со студенческими годами. Дело в том, что я учился тогда, когда как раз был такой переходной период. Когда, в общем-то, мы поступали в педуниверситет, а на третьем курсе нас перевели на университетскую программу. Пединститут, да. Да, пединститут. Институт, да. Но закончили вы уже университет. Это было время, когда к нам приехало очень много известных ученых, профессоров. И вот у нас вел лекции профессор Гаркунов. И я должен отметить, что именно его лекции значительно сказались на выборе мной будущей профессии. Ну, а остальные воспоминания, конечно, они очень яркие. Но это, наверное, уже отдельная передача, не хочу больше оформить. Абсолютно точно. Я могу сейчас, наверное, взять с вас обещание, что каждого из вас еще не на одну программу приглашу. Согласитесь, прийти? Безусловно. Послушаем вас, Сергей Анатольевич. Ну, мне вспоминается, вот почему-то, не знаю, когда вы сказали, мне вспоминается первый курс. Когда мы перед первым курсом, студенты, мы ездили помогать нашим сельскохозяйственным работникам убирать урожай. Вот мы в картошку, да, называлось это «Поедем на картошку». На картошку, точно. Нынешние студенты уже лишены такой привилегии. А вот очень жаль, кстати. Да, а вот я это вспоминаю очень хорошо, как мы ездили, помогали. Ну, не только картошку. Я, например, себя вспоминаю на дереве, как и надо было яблоки. Да, да, яблоки надо было. И вот наш руководитель, он профессор сейчас, я потом его лекции слушал, он говорит, а что вы там застряли и ничего не делаете? Я ему предложил потрясти эту яблоню в резонанс. Ну, и вот он снизу, я сверху, и в итоге он оказался по пояс в яблоках. Да, но результаты достигли. Да, результат был, но потом он очень хорошо ко мне относился. Потом я даже, когда пошел на работу, я пришел работать на его кафедру. Он тогда возглавлял кафедру оптику. Вот видите, никогда не знаете, с кем жизнь еще столкнет в профессиональной деятельности. Ездил ли на картошку Николай Николаевич? Да, вряд ли, конечно. Ездил. Причем в двух ипостасиях, и как студент на первом курсе, и как преподаватель. Причем я вот только пришел работать в университет в 89-м году, и сразу отправили руководителям студенческой группы на картошку в Реческий район. Самая сложная задача, это была, конечно, утром студентов поднять и вывезти в поле. По возрасту мы практически не отличались тогда с ними. И вот задача была, как же их разбудить. Как справлялись, хорошо. Какой выход нашли? Как-то справлялись, как-то работали, и что-то даже сделали там в этой деревне в колхозе. Лен подняли. То есть нормально, справились. Все хорошо. Вот у меня такой вопрос. Когда вы поступали, учились, думали ли вы о том, что когда-нибудь станете ректором университета? Я не знаю, как Михаил Васильевич, как Александр Владимирович. Я сразу, когда поступал, сразу спросил, а где тут у вас на ректора обучают? На какую специальность надо поступать? Ну, мне сказали, пока еще нет такой специальности. И предложили поступать на физический факультет. На физический факультет. Вот я закончил. Я шучу, конечно. Ну, да. Конечно, никто... Ну, я не знаю, сейчас коллеги скажут, но будучи студентом, о том о ректоре... Я, конечно, не задумывался. А говорят, плохо тут солдат, который не мечтает стать генералом. Не мечтает стать генералом. Или кто может вот занять такой пост? Ну, я ответил, что помимо того, что хорошо, так сказать, учиться, примерно вести, надо еще родиться в Ветковском районе. А-а-а! Вы уроженец Ветковского района, так? Да. Дело в том, что Михаил Васильевич Ветковского района... И четыре ректора было из Ветковского района. Да, из восьми ректоров, которые вот в истории неизвестно, половина – это как раз уроженцы Ветковского района. Давайте фамилии назовем. Ну, Селькин и Рогачев мы уже знаем. Сергей Анатольевич тоже Ветковский район? Нет, я уроженец города Горля. Да, предыдущие два ректора – это ректоры репрессированные. Одного и разостреляли, одного и разостреляли. Да, лисеющие, другие... То есть они... Да, в свое время. Но они уроженцы Ветковского района. Интересная очень информация. Но когда я поступал ректором, я не знал, что такое ректор. Ну, директор, ректор, что-то такое близкое очень. Нет, 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 директор понимали, но я в Ветковский учился, приехал поступать в пединститут. Ну и что, вступительная компания, комиссия, сдали документы. А кто такой ректор? У меня было тогда до лампочки. Просто было желание учиться. Учиться. Тем более, что школа тогда была у меня золотой медалью, университет. И математика для меня была родным. Вот как и у Александра Владимировича, у него тоже математика. На первом плане мы в одной школе с ним занимались, только в разных классах. Так вы еще и в одну школу ходили? Да, да, да. Так вы из одного места, да? Из одной деревни. Назовите, пожалуйста, пусть люди знают. Это Ветковская школа номер один. Ветковская школа номер один. А сколько лет она недавно отметила? Вот, буквально сто с лишним лет. Он на юбилей. На юбилей. Серьезный юбилей. Вы, по-моему, большие юбилей. Вот такие вскрываются подробности. Подробности, да. Очень интересно. Так, ректоры ректорами быть не мечтали, а мечтали хорошо учиться и получить базу, базу знаний, чтобы потом это все применять. Конечно. Нет, это шутки, что это все, конечно. Вы знаете, я не думаю, что ректор – это должность такая очень престижная. Да. Кто-то к ней хочет стремиться. Большие, что ли, привилегии и так далее. Это тяжелый труд. Ой, Александр Владимирович, это мы не сомневаемся, мы взрослые люди. А вот скажите это студентам. Наверняка они думают, что, ох, как все прекрасно в этой жизни ректорской, профессиональной. Вы знаете, вот среди профессоров, ну, есть такое мнение, что наиболее просто и наиболее, ну, что ли, комфортно работать, когда работаешь на кафедре простым профессором. В этом случае есть возможность реализовать себя полностью наукой, есть возможность привить себя как педагог, а ректор – это человек, который занимается ремонтами, это, ну, аптечный коллектив, конфликты. Это работа со студентами, причем не только по учебной части, это общение с руководством, это самая неприятная часть, это… Альфа Владимирович, шутит. Это ректор, наверное, сидит в кресле, только и бумаги подберут. Я просто представляю, сколько, могу представить, сколько часов в ваших сутках, явно не 24, потому что наукой вы смогли, вы нашли время заниматься наукой и достигли таких результатов. Спасибо вам огромное. Самые лучшие результаты я получал во сне. А именно, Михаил Васильевич? Когда во сне мозг работает, 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 и самое хорошее… Как математик. Нет, нет, нет. И просто вот самые хорошие результаты, утром встаешь и начинаешь записывать. И действительно получаю. Вот у меня так, у меня и кандидатская диссертация, и докторские самые лучшие вот были. Вот именно так. Знаете, Михаил Васильевич, вот у телевизионщиков есть тоже подобное что-то. Мы говорим так, с этой мыслью, с этим заданием нужно переночевать. Ну не зря же белорусы кажутся, переночуем, более подшуем. Есть же поговорка, ученый спит, а голова работает. А голова работает. Точно. Это вот про Михаила Васильевича. И не только, и не только. Это не всегда так, это не всегда так. Но в основном вот действительно были моменты. Вот Александр Владимирович знает. Мы когда с ним еще занимались на первых курсах, мы ходили на семинары, научные семинары. И как раз-то вот по теории групп, да. Вот у нас тогда с ним пересекались уже моменты. А это было направление, которое очень абстрактное, абстрагированное. И тогда у нас действительно мозги работали всегда. Спасибо. Сама система университетской подготовки, она отличается от институтской. Вот мы прочувствовали это вот хотя бы по отношению преподавателей, по контингенту, по составу преподавателей. Университетское образование – это образование, в котором на первом месте стоит наука. И организация учебной деятельности делается на основе вот этих достижений у науки, вот результатов, которые получены. И первые, кто получает информацию о полученных новых результатах – это студенты. Ну, это же гордо, как минимум раньше было, гордо было учиться в университете. Представляете, Гомельский государственный звучал. А еще если в те годы, как только образовался университет на базе пединститута, это понятно. И вы знаете, вот первые ректоры – это Академик Белый, Академик Бокуть, они заложили вот этот научный уровень нашего университета. И вы знаете, вот сейчас мы просто в какой-то степени пожинаем плоды вот этой подготовки. Ну, я бы сказал, не только пожинаем, но вот нынешний этот ректор, нынешний ректор, они действительно продолжатели и очень-очень требовательны вот в этом отношении. Наука, учебный процесс, материально-техническая база, студенчество. Слушайте, слушайте, уважаемые студенты, это для вас. Вот я являюсь в какой-то степени учеником Белого, а Сергей Анатольевич – это Бокутя. А я ученик Шумиткова. Так что тут все вот преемственность передается. Очень здорово. А Сергея Анатольевича мы начинали работать еще раньше, когда он только закончил университет, и мы уже тогда с ним начинали работать вот в плане. Он тогда уже уделял внимание науке, именно учебному процессу, вступительной кампании. На его плечах висела вся вступительная кампания университет. Учился хорошо, с отличием заключил. Очень, да. С отличием заключил, да, Сергей Анатольевич? С теплом, с отличием. Уважаемые гости, нам пора подключать к разговору наших телезрителей, потому что я вижу, что есть сообщение от Ирины, например. В 1994 году окончила филологический факультет. Огромное спасибо. Огромное спасибо Копытко. Так, наверное, ВА. Ирина, подпись. Я думаю, что немало таких сообщений еще придет. Вот еще одно. Любимый ГГУ. Окончила его в 1996. Помнится фраза, которую мы повторяли перед экзаменом. Лучше, чем хорошо, может быть только отлично. Галина. Работает ли эта фраза сегодня? Ну, думаю, что... Работает. Да, работает. Преемственность, как уже сказал Александр Владимирович, есть. Но нынешние студенты, мне кажется, они тоже очень активные, очень веселые, креативные. Чуть позже о нынешних студентах, а прямо сейчас вопрос эфира. Уважаемые телезрители, 34 22 43. Именно этот номер телефона вам нужно будет набирать, если вы знаете ответ на вопрос. Сергей Анатольевич, вы зададите или мне отдадите такое право? Если можно, пожалуйста. Хорошо. Предоставляем вам такое право. Просим режиссера вывести на экран архивный снимок, пожалуйста. 1 сентября 1969 года. В Гомельском государственном университете в символической чаше был зажжен огонь. Лучшие спортсмены вуза доставили в университет горящий факел. А где, отчего этот факел зажгли? Ваши ответы, уважаемые телезрители, по телефону 34 22 43. Рядом с Сергеем Анатольевичем на столике есть подарки для тех людей, которые примут активное участие в обсуждении. У нас сегодня три вопроса эфира, поэтому внимательно смотрите, участвуйте, звоните. И подарки будут ваши. Ну а мы продолжаем разговор в студии. И я хотела бы вот к некоторым историческим моментам вернуться. Открытие на базе Гомельского государственного педагогического института в 1969 году стало знаменательным событием, ведь не только для студентов и для преподавателей, правда, но и для всего города. Николай Николаевич, а почему это важно так было для города? В своем вступительном слое вы сказали, что два университета было на всю Беларусь в то время. И открытие университета сразу резко повышало статус Гомеля как города культуры, города образования, города науки. Коллеги уже говорили о том, насколько в университете большое внимание уделялось именно развитию научных исследований. И Гомель сразу резко повышал свой статус среди других городов Беларуси. И для молодежи открывались совсем другие перспективы. В родном городе есть университет, можно пойти получить высококачественное образование. Гомель стал университетским. Да, университетский город, другая культура, другая атмосфера, аура в городе складывалась именно благодаря открытию университета. И мне очень понравилось, что Александр Владимирович внес такую поправку в мой текст. Он говорит, один из двух в Республике Беларусь. Не второй университет в Республике, а один из двух. Благодарю вас. Вы знаете, можно я добавлю? Да, да, конечно. Когда-то на встрече с Иваном Петровичем Шамякиным, известный, конечно, это самое, он сказал, юбилей у него был, он говорит, наконец-то и у нас в Белоруссии, в Гомеле появился нормальный европейский университет. Для меня это было, вы знаете, очень приятно и очень почетно. Ну давайте вот вернемся в те годы, Александр Владимирович говорит, помни, 1969 год. В каких корпусах в то время шли занятия, Николай Николаевич? И Александр Владимирович, подключайтесь. В 1969 году было два корпуса только в университете. Вот один из них на экране. Да, этот корпус был построен еще до Великой Отечественной войны. Это первый учебный корпус университета в 1940 году, он был сдан. Кстати, самое красивое знание. Да, самый красивый корпус, безусловно. Я еще скажу, он же уцелел, этот корпус, после войны. Это было одно из немногих зданий, которое осталось. И там правительство Белоруссии находилось в свое время. Да, и даже здесь исторические факты говорят о том, что как только особо дерируют, и первое заседание правительства Республики Белоруссии было именно в этом корпусе. Это очень здорово. Нам, кстати, об этом рассказывал не так давно Панков Юрий. Он был у нас на программе, да, видимо, ваш ученик, и он обращал внимание, очень было приятно и трепетно. А первое здание, которое построили для университета, это корпус, который сейчас написан, корпус номер 3. Но это был не учебный корпус, когда его сдали в 1935 году, это было общежитие. То есть начинали с обеспечения студентов жильем, а потом уже строили первый учебный корпус. Николай Николаевич, ну... Я прошу прощения, Аня Силович, а вы где в общежитии жили, когда были студентом? В каком корпусе? Ну, вы знаете, в связи с этим я хочу сказать, что мне неприятно, и я сожалею о том, что уже в течение 30 лет нет нового здания, нового, не построенного около университета. Но вы жили в этом общежитии, правильно написано? Александр Владимирович, как это не построено? Мы построили спортивный комплекс. Да ничего не строили. Ну как это? Мы его переоборудовали. Как это? Спортивный комплекс ввели. Все впереди, Александр Владимирович, все впереди. У университета большое будущее. Давайте Николай Николаевич спросим. Я сожалею об этом просто. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, в 1935 году построен был корпус на песино, и это было общежитие. Но, насколько мне известно, корпус на Кирово, первый учебный корпус, был построен в 1940 году. А где 10 лет, с учетом того, что в 1930 году пединститут был основан, где 10 лет учили студенты? Арендовали, арендовали помещение. На улице Пролетарской была школа рабочей молодежи, ее арендовали, другие школы арендовали. Ректорат, по нашим данным, которые сейчас имеются, находился в здании, где сейчас размещается администрация центрального района города Гомель. Как интересно. А вот эта удаленность ректората от улицы Пролетарской, где проходили лекции, где принимались экзамены, она как-то сказывалась на результатах учебы? Как думаете? У нас была другая дисциплина. Дисциплина. Тогда время было. Сколько тогда, кстати, училось? Там учились два года, первое время. Это учительский, агропедагический был институт. Поэтому там небольшие группы. И большую часть обучения была связана с практикой. Университету был выделен огромный сельхозяйственный участок около Гомеля. Студенты обрабатывали этот участок. Практически натуральное хозяйство. Можно так сказать. Обрабатывали для чего? Для того, чтобы потом съесть в столовой? То есть это не помощь колхозам в то время? Это обеспечение себя. Да, но вспомнил уже даже не педагогический институт, а агропедагогический. Это самые первые годы сегодня. Какие интересные подробности сегодня открываются, но это очень здорово. Но вот сейчас давайте о студентах. Вот как мы сказали, что сегодня Гомельский государственный – это город в городе. У него, у университета есть все. Своя территория, свои здания, корпуса. Есть общежития, есть стадионы. Есть своя символика. Есть свои жители, преподаватели и, безусловно, студенты. Мне интересно, какой сейчас студент, по вашему мнению? Какой сейчас пошел студент? Вот так. Пусть декан скажет. Студент всегда хороший. Так, хорошо. Это приятно слышать, Александр Владимирович. Бывают плохие только преподаватели. Да ну что вы. Мне кажется, даже самых строгих преподавателей студенты вспоминают как лучших людей. Нет, если серьезно, то многие начинают, конечно, брюзжать по поводу, вот раньше были студенты, сейчас такие. Но на самом деле это не так. Я сразу могу сказать, что нынешние студенты лучше нас и лучше прошлых студентов по нескольким позициям. Но первая позиция – они лучше разбираются в компьютерной технике, в гаджетах. Они сразу, можно сказать, с молоком матери это впитывают, но с детсада или школы это само собой. Они лучше знают информатику и не боятся этого. Второе. При всей критике, которая есть к преподаванию языков в нашей стране, я должен сказать, что студенты лучше знают иностранные языки. Лучше знают. Третье – это студенты, они веселые, смелые, креативные сейчас. В университете, например, есть стартап-школа. Многие студенты, еще обучаясь в университете, уже свои идеи пытаются… Бизнес-идеи реализовывать. Совершенно верно, уже реализовывать пытаются. Поэтому в наше время, или я вспоминаю, ну как-то это не то, что не приветствовалось, но не так активно проявлялось. Уважаемые студенты, уверяю вас, ректоры, преподаватели обожают вас. Поэтому только самые лучшие слова тем людям, которые отдают вам свои знания и свой опыт. Уважаемые гости, у нас на связи Святослав Геннадьевич Крупенько. Человек, который имеет прямое отношение к университету и не только. Святослав Геннадьевич, мы вас приветствуем. Добрый вечер. Святослав. Аллоу. Аллоу, добрый день. Добрый вечер, Аллена. Добрый вечер. Добрый, аллоу. Мы слухаем вас. Вы нас глядите, вы нас бачите. Добрый вечер, шановные гости. Скажите, калеласка. Бачу, бачу, только не глук отстаёт рухи. А, ну, гэта уже прабачьте. Так я, ну, бывает. Законы физики. Так, так, законы физики. Святослав Геннадьевич, филолог. Святослав Геннадьевич, вы назвали университет родным домом, дзе прописана сердца. Скажите, ну, гэта ж не для красного словца было? Святослав. Аллена, вы працатывали зараз срадки майго верша, який потом стал текстом гимна университета. Мене здаецца, што их нельго спрамаць, ну, литаральна. Тут же працуюць мовные срадки, там, тропы, метафры, промоя значэня пероносная, символы. Каля я учывся в 70-е годы, то на улице Советской было, я скажу, менее камянец корпусового университета, зато я было болей каштанову. Цудовные мястины, мы там вучилися, гуляли, творили, сустракали своих каханых, и всех нас една в университет. Ой, Святослав Геннадьевич. Там, что правда верила наша молодость, золотая пара для кожных, то неколи да ее докранався и докранается тепер. Так хиба ж там не прописано наше сердце. Саправды. Там мы и слалися такие родки. Пирамиды каштана угораць, светлорад камянец на Советской. Выбегаешь меня ты споткаць родный дом, де прописано сердце. Я твой рыцарь отданный гость, и твое мне имя, як святое. Тут веруя моя молодость, тут юнацтва мое золотое. Дякую, Великий. Моя ученица, молоды композиторы Юлия Несалёная, написала музыку до гимна. Яна выпускница пет колледжа Мявугоцка, а так само выпускница ГДУ Беофака. А тепер моя коллега наставница гимназии 51. Светослав. Моя жонка математик, два сыны филологи, физик, родный брат и ягоная жонка. А так само шмат-шмат моих сябров. Да хибаш не прописано тут мое сердце, Лена. Прописано, прописано. Святослав, вы отказали на наше питание. Дякую вам великое. Дочакайтеся финалу программы, я думаю, что вам будет цикава. И вы пачуете гимн у сяго наилепшага. Спасибо. Вось такое у нас телефонованне. И еще один вопрос. Кратко, пожалуйста. Какие самые волнующие моменты в жизни университета? У вас как у работников университета, так и у вас как у студентов. Вспомните свои студенческие годы. Кратко, но вот эти вот моменты, пожалуйста. И как у руководителей, да? Но у меня, например, я работал со всеми ректорами, начиная с 69-го года. Да, с Белым, Владимиром Алексеевичем, с Бокутем, Борисом Васильевичем, с Шеметковым Леонидом Александровичем, я и ученик. И сейчас мне посчастливило работать вот с Александром Владимировичем, с Сергеем Анатольевичем. Это просто, вы знаете, генераторы идей, люди, с которыми приятно работать. Казалось бы, мне уже можно отдыхать по каким-то ситуациям, но хочется продолжать и то дело, которое мы когда-то начинали. И которое вот сегодня продолжают нынешнее руководство. Спасибо. Сергей Анатольевич, у вас? Для меня наиболее волнительно, это, конечно, линейка 1 сентября, когда стоят абитуриенты, еще выпускники школ, и когда я смотрю на них, и желаю им, чтобы, конечно... Кто же из них будет отличник? Да, отличник. Ну, желаем, конечно, мы всем, чтобы они через 4 года в этом же зале, мы обычно линейку проводим перед первым корпусом, а вручение дипломов в актовом зале, чтобы через 4 года мы им вручили дипломы, но понимаем, что статистика неумолима, ну, кто-то там не сдаст, кто-то... Да, жизнь такова, поэтому вот это очень волнительно. Мы даже считаем, что день, когда вот выдаем диплом, это не рабочий день для... И для университета. То есть есть такие моменты, ну, мне кажется, все-таки 1 сентября, даже вот как на мой взгляд, более волнительно, чем когда ты получаешь диплом. Хотя я помню свой выпуск, и дрожали коленки, когда получала эту книжечку. Николай Николаевич, у вас. Наверное, это студенческие годы. Когда мы закончили 4 курс, был создан в университете самостоятельный исторический факультет. И мы очень гордились, что мы были первыми выпускниками в 89-м году именно исторического факультета уже как самостоятельного. Спасибо вам огромное. Уважаемые телезрители, я хочу еще раз напомнить вам вопрос эфира. 1 сентября 1969 года в Гомельском государственном университете в символической чаше знаний был зажжен огонь. Лучшие спортсмены ГГУ доставили в университет горящий факел. А где, от чего его зажгли? Пожалуйста, ваши ответы 34-22-43. Сегодня делегация из Гомельского государственного университета обеспечивает подарками, сувенирами. Пожалуйста, звоните. Вам еще более будет приятно, если вы закончили этот университет. Это здорово. Это мой университет, говорю сегодня я с гордостью. И напоминаю, сегодня мы говорим о юбилее Гомельского государственного университета. 50 лет прошло с тех пор, как Гомельский государственный педагогический институт имени Чкалова был преобразован в университет. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о Гомельском государственном университете имени Франциска Скорыны в преддверии юбилея. Говорим о его настоящем будущем и, безусловно, о богатой истории. Гости сегодняшней программы Сергей Анатольевич Хохомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны, доктор физико-математических наук, а также Игорь Валентинович Семченко, проректор по учебной работе университета, доктор физико-математических наук. Профессор, добрый вечер. Добрый вечер. Иван Федорович Штейнер, заведующий кафедрой белорусской литературы университета, доктор филологических наук. Профессор, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Иванович Коваль, профессор кафедры русского, общего и славянского языкознания Гомельского государственного университета имени Францисса Скарыны, доктор филологических наук, профессор. Усе выпускники, окромя одного, усе выпускники ГДУ, окромя одного. Мне, сдается, только вы, Иван Федорович, выпускник Белорусского державного университета. Скажите мне, Калиласка, вы Николе не шкодовали, что после школы с Брешен накировались амен на виду в столицу, а не у Гомельский державный университет? Ну, все письменники нарожаются у провинции, а помирают у Парижа. Так что письменники в каждую свою эпоху имкнулись завоевать свою столицу, так, как Дюма, тот же самый Париж, как Вальтер Скотт, Лондон. Но, видать, и тогда у меня такие были амбиции стать письменником, яки прославить и свою краину, и усих. Так я отримался, так я попал у БДУ, в столицу. Але сказать по ширости я никольки про тое не шкодую, бо, видать, коли тепер уже узваживаючи твой опыт и те годы, які пройшли, а я уже только кафедрой кирую 36 годов, то я думаю, что Максима... Это рекорд Иван Федорович? Не, 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 поколь, что не Харламов, более 37 годов. 37 годов, да. Ну, и сказать, а видать бы так не реализовался до конца, як у Гомельским университете, имя Франциска Скарыны. Иван Федорович, так говорите. Вот у нас есть, например, музей Alma Mater. Есть. Вот за створение, якого хочется сказать великий дякую Сергею Анатольевичу, який, на звычай, допомог, калеша не был ректором. И у нашим БДУ, тым же, яким Парановым, нема такого музея. Нигде такого музея нема. Это музей, у яким мы показываем пра славутых письменников, журналистов, які у розные часы учились в Гомельском пединституте, або Гомельском державном университете. Гомельшина литературная. Да, Гомельшина литературная, де мы вот это раскрыли, и мы показали. И какая белизарная колькасть письменников скончила Гомельский университет. И мы показали, мы можем с гонором это показывать на самых разностайных узровнях. Иван Федорович, ну, вось я думаю, что мы протягнем гутарку. И такое мое пытание, где у свете ведают белорусских ученых? Ну, уже покольки почали мы с филологов, то уже и скажите. Ну, а потом усе ж таки дадим слово Игорю Валентиновичу и Владимиру Ивановичу. Вот и с Владимиром Ивановичем, и некоторыми меньшими товарищами, мы примали удел у Конгрессе славистов су свету, який отбывается раз на пять годов у одной со славянских держав. Правда, наступный будет в першиню, сделанный у Парижи. И я вот скажу, что... Трапить таки у Парижи, Иван Федорович. Я уже думал, что более не буду ехать, але коли сказали, что у Парижи, то сказал, что поеду обовязково. Ну, конечно, коли Бог расположить и начальство дозволить. И, значит, хочется сказать, что доклады наших коллег на этом форуме гучали завсёды и на высшайшем узровне. А кроме того, коли дозволите ещё раз квилинку такую, у нас регулярно раз у два годы проводится навуково-практичная конференция оригинальная национальная гульничеловеча в славянских литературах, присвеченная памяти народного письменника, академика Ивана Яковлевича Навуменки. И вот керовництво университета можно сказать, подтвердить тое, что сюда приезжают учёные з Англии, з Германии, Испании, Венгрии, ну и, зразумело, наши славянские суседи. Польши. Я только хотела сказать, на какой мове будете говорить у Парижа, Иван Фёдорович? А, ну, видать, я, звучайно... Починаем с белорусской, так. Коли доклад робишь на речи словистов, то у тебя повинны быть материалы из самых разностайных славянских и сусветных литератур. И поэтому теперь открываете ещё такую специализацию, як компаративистика, то поэтому, я думаю, потребно говорить на самых разностайных мовах. Я, видите, что думаю, что пэлно хвалюются наши телеглядачы. Чому я ныне набираюць номер 34-22-43 и не отказываюць на пытанье эфіру? Даречи, шановные, Сергей Анатольевич, зараз яшчэ и другое пытанье вам задасть. Можа, хто ведая отказ на другое пытанье. И калі вы уважліво гляделі першую частку эфіра, то подказка была. И не одной же. Калі ласка, Сергей Анатольевич, можете по-русску, можете по-белорусску, як собі хочете. Про першого ректора. Калі ласка. Кто был назначен первым ректором Гомельского государственного университета? И почему выбор пал именно на этого человека? Это второй вопрос. Это был 1969 год. И, уважаемые телезрители, мы бы не хотели оставлять здесь вот эти призы. Поэтому призываю вас, студенты, подключайтесь. Не обязательно... Уважаемые телезрители, они хотят эти призы забрать с собой на задний университет. Вручить телезрителям. Поэтому я предлагаю им более активно участвовать. И каждый правильно ответивший... Получит приз. Как профессор на экзамене, он же, если уже начал отвечать, ну, может, выведем на правильный ответ. Мы будем подсказки давать. Итак, первый вопрос. Отчего зажигали факел? Второй вопрос. Первого сентября второй вопрос. Назовите имя первого ректора Гомельского государственного университета. И почему выбор пал именно на этого человека? 34-22-43. Игорь Валентинович, где еще в мире знают о ГГУ, о студентах, о преподавателях? Пожалуйста, вот в области филологии мы тут услышали, но еще Владимир Ивановича обязательно послушаем. Но сейчас ответ от представителя естественных наук, пожалуйста. Очень хороший вопрос. Наш университет подписал договоры со 134 университетами и научными институтами из 25 стран. И во всех этих странах знают о нашем университете и знают в первую очередь людей. Профессоров, студентов, магистрантов. Нам очень приятно, что наши молодые добиваются успеха на международной арене. Вот буквально недавно публикация была. И есть самые яркие примеры. Нас хорошо знают в Японии. Например, университет Шизоока. Где Япония? Боже мой! Где Япония и где прекрасная Беларусь. Пятеро наших выпускников защитили диссертации на степень доктор философии в университете Шизоока. Это Роман Бекаревич, Игорь Фаняев, Сергей Барсуков, Алексей Балмаков. Вот прекрасные наши молодые люди. Игорь Рязанов. И Игорь Рязанов. Сергей Анатольевич помнит тоже всех. Нас знают вообще в Европе и в мире. Почему? Вот я знаю, что воспользуюсь такой прекрасной аудиторией. Маленький кусочек профессорской лекции. Пожалуйста. Прочту. Не могу удержаться. Вот у нас аудитория, я знаю, у канала очень современная, квалифицированная. Все привыкли к слову смарт. Правильно? Так. Смарт-технологии, смартфоны и так далее. Что означает умный. Но сейчас есть и тоже новый термин метаматериалы. Вот эта приставка мета означает что-то такое необычное, экзотические свойства, которые нужны для техники. Нужны для техники. И в том числе для создания суперлинз. И вот есть целая серия конгрессов, международных конгрессов по метаматериалам. И так получилось, что когда-то очень давно, в 1993 году, вторая конференция во всей этой серии проходила в нашем университете в Гомеле. Представляете, как давно это было? 1993 год. Ну, так давно и так недавно. Недавно, да. Но вот серия конференций продолжается до сих пор. Значит, курс был выбран очень правильный. И на каждом конгрессе там тоже вспоминают историю, истоки. И обязательно вспоминают Гомель и наш университет. Это очень здорово и приятно. И наши телезрители пишут. Здравствуйте. Окончил университет в 2014 году. Люблю свой исторический факультет, пишет Анна. И, безусловно, дает ответ, причем правильный ответ, на второй вопрос. Но, к сожалению, нет. Не спешите, Сергей Анатольевич. У нас же конкурс телевизионный, телефонный. Пожалуйста, позвоните. Анна, уважаемая, наберите. И мы вас услышим. Пожалуйста. 34 22 43. Еще много сообщений. Обязательно почитаю, если хватит времени. Очень хочу Владимира Ивановича послушать. Хочу, чтобы он, наконец, сказал о международных проектах. Пожалуйста. Международные проекты филологи реализуют так же активно, как и физики. И вообще физики и лирики в нашем ВУЗе. Тут и о философах, Игорь Валентинович, говорил. Нет, мы их называем, они нас называют физики и лирики. Условно говоря, мы живем дружно. Помогаем друг другу, взаимодействуем там и так далее. Что касается меня, вот и той деятельности, которая происходит на филологическом факультете, у нас за последнее время выработалось такие два очень серьезные, солидные направления. Это международное сотрудничество при поддержке российской стороны, российского центра науки и культуры в Гомель, Россотрудничество и российского посольства. А с другой стороны, это поддержка со стороны Китайской народной республики, тоже китайского посольства и такой структуры, как госканцелярия по распространению китайского языка за рубежом. Мы включены в последнее время в партнерскую сеть Института русского языка имени Пушкина. Это дает нам возможность приобщиться к коллегам в более чем в 100 странах мира, где изучают сейчас русский язык. В мире происходит постепенное вот такое оживление и прозрение, и наблюдается рост интереса к русскому языку, что нам очень приятно. Центр русистики наш активно работает и будет работать при поддержке в том числе и российского центра. Я выражаю огромную благодарность нашим коллегам за поддержку и помощь. Ну и второе, это наверняка вы хотите услышать, что вот такой изюминкой последнего времени стало у нас в университете это открытие недавнего Института Конфуция. Владимир Иванович, чуть позже, о нем у нас на связи телезритель. Давайте послушаем, не будем томить. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Назовите себя. Это вы Елена Троценко? Я Елена Троценко, есть такое. Леночка, вот здесь сидят мои коллеги. Вот, зовут меня Павел Павлович. Павел Павлович. Сакович. Очень приятно. Вот, Игорь Анатольевич. Так. Вот, Игорь Васильевич. Вот, Иван Федорович, Владимир Иванович. Я вас поздравляю с 50-летним университета. Крепчайшее вам здоровье, успехов и всего-всего, чего вы себе пожелаете. Ой, как приятно, Павел Павлович. Скажите, вы выпускник какого года? Я выпускник 65-го года. То, 69-го года. 69-го. Это как раз тот... Вы меня прекрасно знаете. Фамилия моя... Сакович. 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 Тут вас узнали, тут вас узнали уже. Спасибо вам огромное. Есть ли у вас ответ на вопрос? Конечно. На первый, на второй. Павел Павлович, ответить на вопрос хотите? А я уже... Какие вопросы? Я ответил на два вопроса. Так, а кому вы ответили? Вы ответили редактору на телефоне, а вы нам здесь в студии скажите. Итак, от чего зажигали факел? От вечного огня. Это правильный ответ. От вечного огня. Есть такое. Ну, а второй вопрос в эфире звучал. Кто же является первым ректором Гомельского государственного университета? Владимир Алексеевич Белый. Конечно. Абсолютно точно. Павел Павлович, мы вас поздравляем, но пакет вручим один. Один, конечно. Спасибо вам огромное. За допинг дисквалифицируем. Он выпускник университета. Он все прекрасно знает. Он знал, что мы идем на передачу и... Но ответы на вопросы не знал. Сергей Анатольевич, у меня есть предложение. Вот здесь у нас Анна, та самая, которая окончила университет в 2014 году. Она правильно ответила на вопрос. И хоть я сейчас нарушаю все правила и принимаю ответ по Вайберу, но в честь... Подождите, если студент не сдал экзамен, то два раза, то комиссия. Мы двоечника на комиссию, и вот комиссия пусть решает. Можем, уважаемые члены комиссии, можем учить Анне. Засчитаем. Засчитаем. Второй пакет Анны... Осаковичу один. Да, Осаковичу один. И у нас есть еще третий вопрос. Чуть позже мы его зададим. Мой вопрос такой, Владимир Иванович. Ну теперь про институт Конфу-Ц. Спасибо большое, Лена Михайловна. Я хотел бы, вот сейчас мне пришла в голову такая мысль, пользуясь случаем, ну немного, может быть, нескромно сказать, но для меня этот день и праздник особенно дорог. Потому что 1 сентября 69-го года заработал университет как университет. Потому что до 1 сентября это был институт все-таки. Хотя формально он в мае переименовался. И именно в этот день... 1 мая, да? Я хочу уточнить. Там постановление было с 1 мая. 1 мая. 1 сентября 69-го года я пришел в университет учиться. Я стал студентом. 1 сентября. То есть 1 сентября, извините. 1 сентября 69-го года. Это день, когда я стал студентом. Когда я тоже с периферии, с человеком весьма отдаленно представляющим, что такое университет, что такое учеба в университете. Я с восторгом, с открытым ртом пришел. И с большой жаждой знаний, с интересом. Несколько не жалею теперь об этом. Вот это мой выбор правильный, я так считаю. Вот это поэтому для меня это дорого. Есть другие коллеги в нашем вузе, кто вместе со мной учился, начиная с 69-го года. Теперь же я делаю такой старый Михаил Иванович, например. И некоторые другие коллеги. А, кстати, Святослав Геннадьевич Крупенько тоже учился? Или он чуть позже поступил? Он моложе немножко. Но он помнит вас по студенческим. В одном общежитии, боже, это мохи. В одном у нас есть телефонный звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Алло. Если я не ошибаюсь, Андрей Андреевич Бойко. Да. Заместитель, проректор, да, правильно? Проректор по научной работе. По научной работе Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухого. Добрый вечер еще раз. Андрей Андреевич, ну вы же ведь тоже выпускник ГГУ. Я? Да. Так, так. Какой самый яркий эпизод в вашей студенческой жизни? Ну, с любого студента самый яркий эпизод связан, конечно же, с первым курсом. Так. Это в те далекие годы, мы все ездили на фельдхоз работы, это первая часть. Ну, а самое главное, это посвящение первокурсники, вообще в студенты. Конкурс «А ну-ка, первокурсник», который, в общем-то, нас всех объединяет в группе и потоке в целом. Поэтому очень яркие воспоминания, как мы готовились и как мы выступали. Сергей Анатольевич прекрасно это помнит. А вы в одной группе, может быть, учились? Мы вместе готовили это выступление. Ой, как здорово! Ну, на тот момент как раз и сразу было видно, что Сергей Анатольевич, а все задатки будущего руководителя, в том числе и университета. Вот интересно, а Сергей Анатольевич, у вас видел задатки проректора Гомельского технического университета? Конечно, он на картошке вел комсомольское собрание, на котором разбирал некоторых нарушителей. Андрей Андреевич, еще такой вопрос. Скажите, насколько активно вы сотрудничаете сейчас с Гомельским государственным университетом и Низкорыны? Не соперничаете? Плохо слышно, но с тут вопроса я, наверное, понял. Хочу сказать так, что на сегодняшний день, но и в целом, наши университеты не только соперничают, но в первую очередь это два хороших партнера и очень много работ, которые проводятся совместно, в том числе и в рамках выполнения государственных программ, научных исследований. У нас очень тесные связи с лабораториями, которые, допустим, я вышел оттуда и стал кандидатом перспективных материалов и лаборатории технической керамики, наноматериалов университета Сухова. Поэтому на сегодняшний день в рамках взаимодействия университеты очень тесно взаимодействуют как по научной, так и по преподавательской деятельности. Ответ понятен. Проходят стажировки преподавателей в одном и во втором вузе и часть преподавателей наших вузов работает, не буду скрывать, на два университета. Где-то на ставках, где-то по совместительству. Спасибо, Андрей Андреевич. Поэтому взаимодействие очень-очень тесное. Спасибо вам за такой развернутый ответ. Удачи вам. Ну и в дальнейшем сотрудничайте. Спасибо огромное. Хорошего вечера. Продолжаем беседу в студии. У нас буквально пару минут. Очень хочется услышать про Институт Конфуция. Конечно, об этом можно говорить очень долго, но это таким важным очень событием стало в жизни университета последних лет открытие Института Конфуция. Но Институт возникли на пустом месте. Это же был сначала кабинет. Сначала был кабинет, такой довольно скромный кабинет Конфуция. Мы разрастались, мы распространяли китайский язык в школах города Гомеля, в гимназиях и так далее. В олимпиадах участвовали, в конкурсах. Это было замечено и оценено китайской стороной. Ну и, конечно, очень важным еще одним составляющей этой всепотребительной работы была деятельность как раз не лириков, а физиков. То есть это лаборатория совместная, на русско-китайской, под руководством профессора Рогачева Александра Владимировича. Это совместное исследование, проводящее с другими вузами. У нас оказывается 16 договоров только с китайскими вузами. Подготовлены аспиранты, именно под руководством наших преподавателей китайских. Ну а сейчас мы уже, так сказать, расправляем крылья, мы проводим разные мероприятия к Институту Конфуция и продолжаем, так сказать, оказывать помощь тем, кто очень хочет, изъявляет желание также переподавать китайский язык. А вот что немаловажно, китайцы говорят даже по-белорусски, да, Иван Федорович? Купалу цитируют и не только, и Акуба Колоса. Абсолютно точно. У нас в студии это происходило. На передаче, да. Да, хорошо, помню. Игорь Валентинович, хочу... Так, вышла книга министра информации Белоруссии Александра Николаевича Королюкевича на белорусской мове каски и на китайской. На китайской. Игорь Валентинович, еще такой вопрос. Как много иностранных студентов обучается у нас в университете и нравится ли им? Какие отзывы вообще? Очень коротко. У нас обучается сейчас приблизительно 1100 иностранных студентов. Это какие страны? Из 16 стран. И они учатся на всех 13 факультетах. Это 29 специальностей, которые есть в нашем университете. Очень нравятся. И все достижения наших компьютерных классов, библиотеки, преподавателей, лабораторий, современного оборудования. Все направлено на обучение иностранных студентов. Но мы... Разрешите мне назвать такую немножко грустную цифру. В этом учебном году мы отчислили 90 примерно иностранных студентов. И такое бывает. Да, и такое бывает. Мы отвечаем перед ними и перед их родителями отвечаем за качество, за качество образования. Но мы, те, кто не справляются, не могут. Есть сложности с русским языком. Но мы стараемся не потерять их совсем. Переводим на повторный курс, на подготовительное отделение, чтобы они получили, изучили русский язык. Но, в общем-то, уровень и качество дипломов, в том числе для иностранных студентов, мы обеспечиваем. Ну, я поняла, что вам важно не потерять... Конечно. Это наша репутация. Наш выпускник приедет в свой город, будет учителем, специалистом, инженером. И увидят его уровень знаний. Поэтому все для них, но и спрос с них тоже серьезный. Ну, безусловно, что же вы хотите. Университет. Уважаемые гости, я понимаю, что с каждым из вас можно 2-3 часа беседовать. Это будет интереснейшая беседа. Обещайте мне, что в ближайшее время, если позовем, придете. Обязательно. Иван Федорович. Обовязков. Обовязков. Обязательно придем. Спасибо вам огромное. Уважаемые телезрители, мы продолжаем наш эфир о настоящем, будущем и богатой истории Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Говорим мы сегодня. Уважаемые телезрители, это программа «Добрый вечер, Гомель». Интерактивная программа, в которой принимается сообщение в Вайберне. Его номер на экранах и по телефону 34 22 43. Друзья, 50 лет назад на базе Гомельского государственного педагогического института имени Чкалова был открыт университет. Об этом мы сегодня в прямом эфире говорим с гостями. Сергеем Анатольевичем Хохомовым, ректором Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, доктором физико-математических наук. К нам присоединились еще гости. Сергей Владимирович Севдалев, декан факультета физической культуры университета, кандидат педагогических наук, доцент. Добрый вечер. Дмитрий Александрович Ходанович, декан факультета довузовской подготовки, кандидат физико-математических наук, доцент. Добрый вечер. Добрый вечер. И Руслан Викторович Бородич, начальник научно-исследовательского сектора, кандидат физико-математических наук, доцент. Сегодня количество докторов и кандидатов физико-математических наук явно превалирует. Так, Сергей Анатольевич? Дорогие друзья, ну прежде чем мы начнем разговор в студии, озвучим третий вопрос эфира. Сергей Анатольевич, готовы? Готов. Пожалуйста, уважаемые телезрители, внимание. Конкурс научных работ среди преподавателей университета начал проводиться в 70-е годы. И в те годы он назывался... Ленинские чтения. Ленинские чтения, совершенно верно. А вопрос звучит следующим образом. В настоящее время конкурс имеет другое название. Но он есть, он есть, да. Конечно, мы чтим традиции. Какое название имеет нынешний конкурс и почему? Уважаемые телезрители, по телефону принимаем звонки 34-22-43. Только для Анны, которая написала имя первого ректора, сделали исключение. А сейчас, пожалуйста, давайте придерживаться правил 34-22-43. Итак, уважаемые гости, позвольте, если вы не против, Сергей, Дмитрий, Руслан. Вы выпускники каких годов? Пожалуйста. 93-го. 2004-й. И Руслан? Рубежевиков, 2000-й год. 2000-й, ну это совсем недавно, очень приятно. Самые яркие воспоминания – это линейки, получение диплома или картошка. Вы, кстати, на картошку ездили? Или уже нет, не довелось? Не пришлось, не пришлось. Если вы слушали в аппаратный эфир, вы поняли, какое замечательное дело мимо вас прошло. Правда, Сергей Анатольевич? Жалеют страшно. Абсолютно. Университет – это не только место учебы, но еще и научный центр. Что сегодня представляет собой научная деятельность вуза? Какие основные направления научных исследований? Пожалуйста. Университет не зря называют храмом науки. ГГУ в настоящее время состоит из более чем 40 студенческих лабораторий. Имеется магистратура, аспирантура по 45 специальностям, докторантура по 6 специальностям, 3 совета по защите диссертаций, 15 научно-исследовательских лабораторий. Две из которых – это международные. Польско-белорусская и китайско-белорусская. Два научно-исследовательских института. Спектр исследований огромен. Университет не зря называют классическим. То есть здесь, начиная от нанотехнологий, метаматериалов, о которых уже говорили, и вплоть до языкознания, юриспруденции, психологии, спорта. Но об этом более подробно коллеги расскажут. Поэтому спектр очень широкий. Ну и занимаются научной деятельностью ведь не только преподаватели, да, и ученые, да, скажем так, но активное участие в этом принимают и сами студенты, и это очень здорово. Конечно, мы же вспоминаем, как университет преобразовался в университет, в принципе, и ученого. Растить необходимо со студенческой скамьи. Есть масса вариантов проявить себя. Я уже говорил о студических лабораториях есть. Действует у нас стартап-центр. Тоже ребята могут все свои идеи, которые у них возникают, реализовать. У нас даже предусмотрен приз за это для развития бизнеса. Поэтому студенческая очень активно увлекается с последующим поступлением в магистратуру, аспирантурой и так далее, если в этом не желаем. Слушаем телезрителя. Спасибо за ответ. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Валентина. Так, Валентина. Имеете ли вы отношение к Гомельскому государственному университету? Да, конечно. С 1972 года. Сначала студенткой была и более 40 лет проработала в этом университете. Узнаете? Фамилия моя Сенина. А, узнали. Валентина, вас узнали раньше, чем... С праздником. Спасибо. Благодарим вас. Вы хотите ответить на вопрос, Валентина? Да, пожалуйста. Тогдашние ленинские чтения, сейчас это называется Скорининские чтения. И у нас преподаватели являются лауреатами этих чтений, которые проводятся в университете. Совершенно верно. Исчерпывающий ответ. Совершенно верно. И заслуженный приз. Ректор подтверждает. Валентина, заслуженный приз ваш. Спасибо. И вам спасибо. И вам спасибо. Огромное, хорошего вечера. Продолжаем. Ну, коль есть база, есть исследования, результаты. Ну, результаты я бы остановился на результатах, связанных с экспортом, ориентируясь на наши две лаборатории, связанные с сотрудничеством с Китаем и с Польшей. К примеру, сказать, с Китаем у нас на сегодняшний день уже практически подходит к миллиону оборотов. С Польшей тоже где-то у нас порядка 100 тысяч долларов. По ставке осуществляются суспензии, полирующие в Россию. Очень востребовано ежегодно это 40-50 тысяч долларов. Ну, остальное научное направление. Можно конкретно останавливаться. Ну, спорт это скажет Сергей Владимирович. Да, мы уже как бы не будем, я даже не раскрываю тайны, что у нас есть такая в последнее время изюминка, то, чего нет в других университетах. Вот я бы еще отметил участие в программе «Горизонт-2020». Мы единственный из региональных вузов, который попал в эту программу. То есть европейская научная программа. Чем она интересна? Какие перспективы дает? Какие горизонты открывает? Ну, «Горизонты» открывает широкие, но интересно тем, что это чисто научный проект. Он направлен не на академический обмен, не обмен студентами-преподавателями, а именно научной разработки. Вот в этой программе участвуют ученые из Германии, Польши, Португалии. Это чисто научный проект. И не так легко в эти проекты войти. Не так легко достичь этих горизонтов. Да, он так и называется «Горизонт-2020». Достаточно серьезный проект и сложно туда попасть. Очень сложные критерии отбора. Очень много отбраковывается проектов на стадии подачи заявок, но тем не менее нам это удалось и мы очень этим гордимся. Лаборатория еще, вот не сказал Руслан Викторович, лаборатория перспективных материалов или польско-белорусская лаборатория еще участвует в крупном проекте Центральноевропейской инициативы. Они тоже участвуют в таком научном проекте. Руслан Викторович передавал Сергею Владимировичу слово. Раскройте секреты или нельзя раскрывать секреты лабораторий факультета физического воспитания? Секреты лаборатории факультета физической культуры можно раскрывать. В настоящее время наш университет можно по праву считать центром спортивной науки нашего региона. Спортивными исследованиями или исследованиями в области спорта в настоящий момент занимаются два доктора наук, более 15 кандидатов наук. Но мне хотелось бы остановиться на лаборатории олимпийских видов спорта, которой руководит профессор доктор наук Нарскин Геннадий Иванович. Ну, наверное, львиная доля всех медалей, которые завоевали спортсмены Гомельщины, можно и приписать этой лаборатории. Так, то есть даже 100% практически. Ну не 100%, но в той или иной мере. Да, в той или иной мере, конечно. То есть практически все ведущие спортсмены Гомельщины, которые завоевывали медали на последних топ-турнирах, ну вот, допустим, Мария Мамашук, это серебряный призер Олимпийских игр, последних летних Олимпийских игр. Она целенаправленно готовилась в лаборатории олимпийских видах спорта. И можно назвать еще такой бренд в Белоруссии, как Гребли, на Бадарках и Каноя, под руководством выпускника университета, нашего университета, Шандаровича Владимира Владимировича. Практически вся национальная команда готовилась, получала определенные консультации в лаборатории олимпийских видах спорта. Также хотелось бы отметить, наверное, еще работу лаборатории с футбольными клубами, с хоккейными клубами. Это такие футбольные клубы известные у нас, как Бате, как Динамо Минск, как Шахтер, Гомель. А с Гомелем вы сотрудничаете? Ну пожалуйста, пусть они поднимутся в турнирные таблицы. Гомель, ну все зависит от них. Если у них будет желание, мы всегда будем рады в стенах нашего университета и лаборатории принять этот футбольный клуб, показать им должное внимание и дать им соответствующие рекомендации. Но в настоящее время, если мне позволил ректор, я могу сказать, что у нас сотрудничество налажено с футбольным клубом Тинамо Москва. Это Российская Федерация и юношеский состав этого футбольного клуба проходил у нас обследование, получил соответствующие рекомендации. И мы с Надеждой смотрим на их выступления в чемпионате наших друзей России. Я поняла, Сергей Владимирович болеет за российские клубы. Не, ну Гомель в этом году и так неплохо выступает, уже две победы. Предлагайте Барселоне. Я вот вам что рекомендую. Может быть, они тоже воспользуются. Это очень интересно и очень здорово. Ну и, конечно, индивидуальные виды спорта. Это, в частности, хотелось бы отметить работу с пятиборьем, современным пятиборьем. Там есть большое количество наград, в том числе и наши студенты там участвуют. И, конечно же, буквально завтра к нам приезжает национальная команда по дзюдо. И я думаю, что мы окажем им содействие в подготовке ко вторым играм, которые пройдут в Минске. В европейские игры. Большие надежды питаем. Ну, вот как вы считаете, понятно, что это некорректно спрашивать, сколько медалей можем привезти. Но все-таки надежды есть? Надежды, конечно, есть. Я могу сказать, что порядка десяти студентов нашего университета примут участие в этих играх. Ну и мы надеемся на медали. Во всяком случае, смотрим с надеждой. А все мы являемся болельщиками. А, естественно, будем болеть не только за наших студентов, но и за всех спортсменов сборной Белоруссии. Абсолютно точно. И даже тех, кто не сотрудничает с лабораторией Гомельского государственного университета. Хотела бы спросить, за какой футбольный клуб болеет Дмитрий Александрович. Но в целях экономии времени спрошу о другом. Скажите, пожалуйста, новые специальности в университете какие будут востребованы? Вы же держите руку на пульсе. Нас сейчас смотрят ваши потенциальные студенты. Абитурент, пожалуйста. Ну, в текущем году мы открываем набор на трех новых специальностях. Это две специальности экономического факультета. Это экономическая информатика и бизнес-анализ. Вот. И одна специальность факультета как раз-таки физической культуры. Это специальная спортивно-педагогическая деятельность с квалификацией тренер по футболу или тренер по легкой атлетике. Ну, преподаватель физической культуры. Вот это... На экономике я поправлю, по-моему, бизнес-администрирование. Бизнес-администрирование, так. Вот. И если уже говорить так вот более полно, так, то и на заочной сокращенной форме обучения мы продолжаем вот внедрять дистанционное обучение. Это специальность автоматизированная система обработки информации. Очень выгодная форма обучения, потому что те уже выпускники, которые получили образование средне-специально по этой специальности и работают в IT, могут получить высококачественное образование, не отрываясь от своего рабочего места. Вот. Мы идем им навстречу. И такие формы очень бурно развиваются и востребованы. Ну, когда-то Пединститут начинал буквально, наверное, с двух факультетов. Вот жалко, сейчас мы уже у Николая Николаевича не можем спросить. Он за пределами этой студии находится, но здесь недалеко. Ну, совсем недавно сколько было факультетов? И сколько сейчас? Нет, лучше я скажу о нынешнем состоянии. Сейчас, кратко, цифры университета. 13 факультетов, у нас около 10 тысяч студентов. Ну, я включаю туда студентов подготовительного отделения, Института повышения квалификации, их иногда называют слушателями. А заочников посчитали? Да, это вместе, ну, есть приведенный контингент, но около 10 тысяч студентов. 600 преподавателей, из них 45 докторов наук, профессоров и 250 кандидатов в науку доцентов. Четыре члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси. Это очень здорово. Ну, 1100 иностранных студентов из этих 10 тысяч уже Игорь Ванитич называл. Вы знаете, я еще не могу не прочитать сообщения. ГГУ окончили все члены нашей семьи. Я биофак в 81-м, муж геофак в 85-м, дочери исторические в 2008-м и младшая факультет иностранных языков в 2012-м. Валентина, вот, пожалуйста, целая династия. Весь спектр специальностей, спектр факультетов ни один не пересекается. Еще спасибо преподавателям, моим учителям Гиргелю Сергею Сергеевичу Сердюкову Анатолию Николаевичу выпускник 1984 года. Этот выпускник имеет имя Сергей. Вот такие теплые сообщения. Беру с вас обещание, что вы тоже найдете время и при случае посетите студию, чтобы мы более предметно и о спортсменах, и о новых специальностях, и о научной деятельности поговорили. Сергей Анатольевич, вы обещаете тоже. Да, я обещаю, я могу сказать, что у нас не только спортсмены, студенты, студент математического факультета, он участвовал вот только что в универсиаде, которая в Красноярске была. И четвертое место. Четвертое место. Это очень здорово. Нет, нет, но он это рассматривал универсиаду как подготовку к чемпионату мира. После универсиады он поехал на чемпионат мира и завоевал золотую медаль. Это в Италии проходил чемпионат. Поздравляем. Фристайл, по-моему, фристайлист. Это очень... имя назовите. Тиммерсов. Математик. Спасибо, математик, фристайлист. Это очень здорово. Ну, продолжает традиции нашей выпускницы заочного факультета. Аллы Цупер. Аллы Цупер, да, которая была олимпийской чемпионкой по фристайлу. Ну, олимпиад впереди много, поэтому математику, дорогу, и все будет хорошо. Вот у него есть уже выбор, или спортсменом стать, или математикой. Наш университет закончило пять олимпийских чемпионов. Это очень здорово. И более десяти призеров олимпийских игр. Из стен университета вышло более сорока заслуженных тренеров Республики Беларусь, которые до сих пор работают и приносят долгожданные медали нашей стране. Пусть медалей не становится меньше, пусть результатов, научных открытий, разработок не становится меньше. Пусть только вперед идут преподаватели, студенты. Пожелаем удачи и их родителям. Пусть все будет хорошо. Буквально несколько слов пожеланий телезрителям. Пожалуйста. Пожелания телезрителям, да? Это студентам, конечно. Нас же слушают и те, кто стоял у основов университета, те, кто учился, работал в те годы. Поэтому я хочу передать им наилучшее пожелание. Пожелания здоровья, счастья, успехов. Поблагодарить их за то, что они сделали в свое время, в свои годы. Тем, кто сейчас работает, я также хочу их поздравить с 50-летием со дня преобразования педагогического института в университет. Мы с ними увидимся еще завтра на торжественном совете университета. Ну а для абитуриентов или наших будущих студентов я хочу пожелать им, чтобы они выбирали сердцем себе специальность, но при этом иногда включали разум. Они могли посмотреть, где, какие специальности, какой спектр широкий, какие специальности в Минске, в других университетах. Ну если не найдут интересующую их специальность в нашем университете, ну я думаю, тогда в городе Гомеле можно всегда найти интересующую специальность. Университетов у нас хватает. Успехов, счастья и здоровья. Благодарю вас за то, что вы нашли время, приняли участие в этом эфире. Дорогие друзья, 50 лет назад на базе Гомельского государственного педагогического института имени Чкалова был открыт университет. Об этом мы говорили сегодня в прямом эфире. Желаем вам новых успехов, побед и открытий, а также безусловно талантливых студентов. Я благодарю и зрителей за участие и активность. Всем доброго вечера и до встречи. Пирамиды каштанов варать, Светлый рад камениц на Советской, Выбегаешь манеты споткать, Родный дом, где прописано сердце, Я твой рыцарь, родавый гость, И твое мне имя, я святое, Тут верует моя молодость, Тут юнаство мое золотое, Наш славный помидский держав. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова